Соседские воины с использованием магии и более традиционных средств. Клея, краски, швабр и прочего. В Ленинском районе многодетная мать заявляет, что страдает от издевательства из соседки по лестничной клетке. Здесь окно, которое мне было закрашено в пятницу около 17.00. В этот момент я находилась с детьми одна. Я выглянула, она уже была вот так наполовину закрашена. Я вот так посмотрела. Она стоит на табуретке, Елена. Вот. И с баллончиком продолжает красить нам окно. Они прекрасно знают, что в этот момент я была одна с малолетними детьми. И адекватного ответа я не могла отдать, соответственно, ни физического, ни какого-либо другого. Пожалуйста, посмотрите. Это моя входная дверь, которая была мне испорчена. Оскорбительное слово, которое они ко мне, я так понимаю, применили. Вот заклеены замки. Вот, пожалуйста. Не могу открыть собственную дверь и попасть детьми. Вот детский велосипед моего сына. Обмазали фекалиями собаки, которые у них, их собака. Вот, пожалуйста, вот капюшон. Было также, здесь было пятно от мочи. И он практически, мы с утра вышли, весь был сырой. И очень стоял едкий запах мочи. Стучат по двери, периодически по входной двери. Я не знаю, чем ногами, руками. Наверное, запугивают моих детей, я так понимаю. Она пускала на меня свою собаку. У нее маленькая собака, но очень больно кусается. Она меня укусила. Сейчас проверю при вас почтовый ящик. Так как мне еще подкладывали неизвестные предметы. Не знаю, что они хотели сказать в виде кукол. Каких-то крестов была куколка. Я не знаю уж из какой это магии. И крестик. Вот настолько у нас неадекватные соседи. У обвиняемой соседки своя правда. Она считает себя жертвой. И говорит, что не она нападает на пострадавшую, а наоборот, якобы пострадавшая постоянно делает ей различные пакости. Вот смотрите. 08.09.1947. Она постоянно пинает коврик от нашей двери. То есть чем ей мешает наш коврик? Я не знаю, дверь неспокойно открывается. В 21.28. Опять она пинала коврик по всему нашему подъезду. 29.09.2016. Опять наш коврик летает по всему подъезду. 0.02.10.18.15. Опять мы искали коврик по всему подъезду. В 20.09. Опять ищем коврик. 3.10. В час... В час двадцать пять. Муж у меня прикрепил коврик. Не спится женщине. Трое детей. Она его выдрала просто. Он прикрепил на уголки, на металлические. Она его выдирала с силой. Не имется. В час двадцать девять дорвала окончательно. В 19.51 этого же дня пыталась бить палкой камеру нашего видеонаблюдения. 11.10. Перекрыла выход своей дверью. Мы не могли выйти из квартиры. И она со всей дури долбила мне в дверь, чтобы я не могла выйти. Потому что у нее дверь открывается вот так. Моя открывается вот так. Я пыталась ее открыть. И она мне вот так стояла и наяривала. А потом пишет заявление, что мы сломали ей ручку двери. Хотя ручку двери она как раз вот этими действиями сломала. Как она общается с своими детьми. Мы ночью тут лежали, спали. Спать! Там не то, что спать. Там не слышишься обосриваешься. У тебя через стенку, что люди говорят, обсирают. Вообще ужас. Она вот и сейчас не может спокойно общаться. Тебе позвать соседей. Здесь квартира вылетает с кулаками. Мы не можем домой зайти. Как вот с ней вообще можно общаться? Елена, а зачем окно зарисовали? А это не я. Это их действия. Это я самая действия. Она специально в этот день, вот как раз у меня записано, 18.10, в 12.18, она закрашивает специально нашу камеру. Сначала клеем замазала, потом закрасила краской. Вот она в этот день замазывает камеру, пожалуйста. Я не камеру замазала. Вот. А кинзорное поло, которое было на твоих силах. Давайте вот это. Вот она ночью. В 3 часа ночи. Не спится человеку. А тебе саму *** спит. Надела маску, перчатки. Как будто ее не видно. Если бы, я говорю, если бы это делали мы, у нас висит камера. Зачем бы мы ее закрашивали? Тогда бы ее закрасили мы. Я себе написала. Ну камеру-то закрасила она. Я тоже заклеила, а я закрашила, там слово было нецензурное. Наверное, мы просто случайно попала, там вот вы видите, там полоса, это не камера. Я не камеру, а хорошо. Пытается сломать выключатель, чтобы типа свет не включился. Но так как ничего не получается. Потому что он светится постоянно. Что вот она льет нам по дверь? Давай, да, обычно. А зачем воду разлили? Там была, у них насрано постоянно, они нас с вами шавками взяла, вот так вылила. Соседка утверждает, что вы выливаете фекалии, мочу. Какие фекалии? Ну пусть покажет. Если она это утверждает, пусть покажет. Только не я это выливаю. Если она такая умная, она пусть фотографии покажет. Конечно, я повешу. Она же фотографирует все. А кто замки заклеил клеем? Давайте я вам покажу, кто заклеил замки клеем. Вот она клеем берет и мажет. Вон у нее несколько тюбиков в руках. Вот она мажет нам замок. Она мне обмазала всю дверь клеем до этого, между своим муженьком. А я вот тоже решила помазать. Так что... Тут женщина сама, извините меня, лицо-то в пушку. Да, конечно. Кстати, заявление в полицию написали обе соседки друг на друга. Но вряд ли в этих бессмысленных соседских войнах смогут разобраться сотрудники правоохранительных органов, да и вообще кто-либо.